Всем здравствуйте! Продолжаем просмотр видео строительства теплицы из-под поликарбоната. Так, три рулона было привезено транспортно. Диаметр рулона метр двадцать. Приступаем к разрезке поликарбоната. Поликарбонат лучше резать ножом. Сперва её отмеряем по размеру, сколько нужно. Доску я подложил, чтобы проходить вокруг, не обходить. Под низом я хорошо метёлкой подмёл, чтобы не было камешков, и поэтому свободно наступаю. Никаких мятин далек там нет. Делаем отметку и будем резку приступать ножом. Ложу доску, по которой я, соответственно, стою, и по правилу отписываю, поэтому самому правилу буду делать отрезку ножом. Начинал я резать и болгарку, и, соответственно, лобзику. Мне это не понравилось, потому что в соты залетала стружка, потом приходилось брать пылесос, всё это оттуда высасывать. Это неудобно. И, во-вторых, были заусенцы, попадали, соответственно, на краях, где проходил лобзик или болгарка, там были заусенцы. И потом, соответственно, если придётся одевать торцевой профиль, это будет неудобство. Поэтому решил всё-таки резать ножом. Ножом намного удобнее. Два-три раза по одному месту прохожу, и всё хорошо разрезается. Вот завершаю разрезку поликарбоната, разрезал его спокойненько, и теперь меньший кусок профиля беру и его ставлю на торец, соответственно, на планку, которую я заблаговременно там приготовил, по периметру с трёх сторон у меня такие планки везде проходят. На него я поставил лист поликарбоната, плёнку я с него, соответственно, не снимал ни снутри, ни снаружи. До тех пор, пока окончательно не обрежу по радиусу дуги. Закрепил я этот лист поликарбоната в четырёх местах. На шайбы, которые крепится поликарбонат, соответственно, саморез. Шайбы лучше брать простые, без ножки. С ножками неудобства. Беру нож обыкновенный кухонный, хорошо её поточил и начинаю резку. Начинаю резку со стороны дуги, помаленьку разрезаю наискос, потом поправляться оно всё равно будет, потому что нужно тепловой зазор оставлять 2-3 мм на расширение в жаркое время года. И, соответственно, ещё разок придётся подрезать. Под низ буду подкладывать фанерку или дырапушку и, соответственно, буду делать подгонку с уменьшением зазора на 2-3 мм. Вот так продолжаем мы ножом резать. Чуть-чуть неудобно, но всё равно подаётся помаленечку. Многие отписывают, потом режу так, можно и так, но для меня так вроде бы удобно. Я продолжаю так дальше и резать. Скоржение ножом провожу по дуге и, соответственно, оно режется по периметру или, сказать, по окружности дуги. Наискос чуть-чуть нож держу, чтобы легче резать ровно, если по дуге держать нож тяжелее идёт. А наискос идёт нормально. Всё равно потом надо уменьшать зазор на 2-3 мм. Многие отписывают и потом уменьшают снизу. Ну, может так удобно, не знаю, но для меня удобно так. Вот так я нарезаю уже один лис. Аналогично буду делать и в задней стороне, так же, как и здесь. Вот. Дорезаю его. Это я сверху закреплял профилем торцевым, чтобы устойчиво было. Снимаю и завершаю этап резки по дуге. Вот так я первый лис поставил и его дорезал. Теперь можно снимать плёнку. Вот так мы снимаем плёнку с наружной стороны. С внутренней я тут уже снял до этого. Сейчас с наружной снимаю. Всё на шайбах. Оно прикручено у меня. Помаленьку дохожу до места, где прикручены шайбы. Откручиваю шуруповёртом эту шайбу. Плёнку эту продвигаю под шайбу, где крепится поликарбонат. И назад закручиваю её сразу же на место. Саморезом шайбочку. И так везде по окружности теплицы проделываю снятие плёнки. Откручивая ранее установленные шайбы и, соответственно, на месте их потом ставим. Так продолжаем мы снимать плёночку. Вот она снялась. Теперь в таком состоянии оно же без плёнок теплицы. Первый лист по верху наложен и каркас, соответственно. Теперь делаем вырезку двери. Дверь вырезаю сперва, отписываю по размеру. Потом прикладываю провило и ножом. Так же самое по несколько раз провожу по одному и тому же самому месту. И делаю разрез. Разрез у меня идёт не сквозной, а ложится он на уголок. Это для того, чтобы был наклад на уголок, а чтобы не было там продавлено двери. Вдруг ветер лечёт стук. Там у меня, соответственно, ещё стоит ограничитель на рамке двери, дырного полотна. Ещё двери делаю подрезку именно на уголок. Соответственно, и ветер не будет так гулять. И лучше оно так. Вот сферку мы уже отрезали. Теперь режу в боковую сторону и внизу останется подрезать. Теперь приставляю провило внизу. И так же самому по ранее отписанной черте провожу ножом и делаю разрез. После этого, как там разрезал, зачищаю соты. Вдоль резал по ребру соты. Которая на уголке лежит, там оставляется сторона, которая на двери. Ту сторону соты, 4-5 мм, я удаляю для зазора, который будет идти на расширение при температурном режиме. Везде так по наружной сторонах дверного полотна делаю уменьшение на 2-4 мм, чтобы дверь потом свободно заходила, скрывалась, когда будет жарко на улице. Потом приступаю. С внутренней стороны очищаю пленку поликарбоната. Может, конечно, не надо было бы очищать с верхней части, потому что солнечные лучи могут прожигать растение, прожигать эту пленку и, соответственно, растение будет гореть. Ну, я не знаю, потом будет видно. Ну, конечно, будет поздновато, может, не надо было бы снимать. Потом, если что, отпишусь, надо снимать или нет. Ну, уже началось снимать, поэтому процесс у меня пошел. Поснять ее пленки как снутри, так и снаружи. Ну, если будет сильно гореть, то потом сверху придется мне накрывать, соответственно, пленка, которая идет для затемнения стекол автомобиля. Вот так я накладываю уже лист последний, который ложится на края первого и третьего листа поликарбоната, и потом в этих местах будет прижиматься вот этой пластиной стержной. Пластина стержная, как я ранее говорил, не широкая, 2 см по ширине. Вот так он выглядит лист, когда уже положено. Он лежит, соответственно, на брусике, которую я заранее подготовил. Снимаю теперь с наружной стороны так и самую поликарбонатную, ну и пленку. Снизу, где достаю, так снимаю, а там дальше будут или стремянки, или лестницы. Лучше вот ставлю лестницу, пробуй. На улице тепло, плюс 20, поэтому я не боялся, что она там прогнется или что. Лестница легла у меня на каркас об решетке теплицы, и вот снимаю я эту пленку, а как-то надо выходить. Ну, можно, конечно, было бы прибить широкую доску, чтобы не так прогибался, но я весом не тяжелый, около 70 килограмм, поэтому смело я хожу. Мой вес поликарбонат спокойно, как видно, удерживает. Вот так я снял и с наружной стороны, и с той стороны аналогично этой стороне. Так же самое снимаю. Теперь остается снять кусочек пленки, которая была под лестницу. Ставлю стремянку, и, соответственно, ее маленький кусочек, этот тоже сниму. Вот ее. Отклеивается она хорошо. В холодную погоду, может, не так, а в теплой погоде хорошо все это снимается. Заправляем по торцам торцовый профиль. Берем обыкновенный уголок, и уголок вставляю в канал профиля торцового, и спокойно движением руки лево-право заправляю, и, соответственно, прижимаю. Легко вставляется, без всяких этих. Тоже думал, как вставить лучше, так не получалось. Вот таким способом мне понравилось. Удобно, и без всяких лишних, как говорится, забот и попечения оно вставляется. Конечно, не так быстро, как, может, хотелось, но вставляется нормально. Два метра в среднем вставляется, там, может, секунд, 20-30 секунд. Сперва только приловчиться. Потом не забываем оставлять зазор 2-3 миллиметра. В этом торцовом профиле я сверлил отверстие через 30-35 сантиметров. Отверстием 3 миллиметра сверлом для стекла воды, который будет идти к конденсат. Вот так пленочка у меня уже снято все. Теперь в этих местах, где я стержную ленту уже натянул с той стороны, и вот так на высоте около метра буду закреплять чисто саморез. Вот так. заходим внутрь теплицы дверь открывается хорошо вот так она и закрывается проверяем как открывается окошки вот окошки спокойно открываются соответственно за не устройство которое было придумано мною так она фиксируется и фиксируется в открытом положении в закрытом положении фиксируется такими скобками оконный проем они меня расположены в самых верхних точках по торцам теплицы так у меня размещены уже грядочки я нарезал их чуть-чуть поднял пока на этот год так вот так она открывается аналогично как и при входе окно одинаково открывается так и сама фиксируется ветром не откроется потому что стоит ограничитель там и фикса фиксатор соответственно не даст ему больше открыться или закрыться а так у нас внутри помещение теплицы меня все выглядит просторно высокая теплица мне нравится такая это сперва думал низкую делать нет низкую все же таки не советую делать лучше высоко делать чтобы была большая кубатура воздуха и горячий воздух будут выходить соответственно верхней точке так открывается меня дверь внутри помещения на дверной на двери закрепленной ручки оконных проемов так меня теплица выглядит снаружи еще один совет поликарбонат располагайте чтобы соты поликарбоната были вертикальном положении чтобы конденсат когда он будет образовываться стекал вниз они задерживаются там иначе плачевный результат будет зимний период времени многие кто дело горизонтально располагал сотами поликарбонат разрывала зимой этот поликарбонат соты просто трескались не делайте этого ошибка очень большая вот так выглядит теплица объемные просторные вот она вид сверху показываю как она выглядит сверху кажется обзор что теплица маленькая на три листа это 6 метров по наружу на три высота 290 вот основание земли так выглядит теплица вид спереди с открытым окошком все этапы по строительству теплицы меня расположены в трех частях видео первой части видео я показал как строится теплица от начала до завершения строительства каркаса без покраски вторая часть это все мелочи и детали по установке окон и дверной проема все мелочи которые необходимо подготовить для покрытия теплицы поликарбонатом третья часть это теплица покрытие поликарбонатом всякими подробностями и советами тех или иных действий по изготовлению теплицы и в дальнейшем и покрытие поликарбонатом просмотреть все части видео которые расположены на моем канале можно посмотреть зайдя в плейлист делаем своими руками там все подробности о всех частях видео всем желаю успехов в строительстве теплицы всего доброго до свидания